Привет, друзья! На связи Денис Кошер. В этой серии уроков мы создадим вот такие пончики на четвертой версии Блендера. Если ты здесь впервые, я уже более 10 лет обучаю ребят 3D-графики, помогая им дойти с нуля до трудоустройства в студии, либо просто создавать классные и крутые работы для себя. Подробнее об этом ты можешь узнать в описании. И перед тем, как начнем сам курс, давайте проясним несколько важных моментов. Во-первых, автор идеи данного курса Эндрю Прайс. Я просто по приколу делаю свою версию для тех ребят, кто хочет смотреть контент на русском языке. Второй момент. Данный курс по логике Эндрю Прайса показывает функционал и возможности Блендера и далеко не всегда подходит начинающим. То есть да, я здесь буду, как и Эндрю, ну где-то буду стараться по-своему, объяснить и донести те ключевые идеи и моменты, которые он заложил в этот курс. По моей структуре и логике обучения, оно должно выстраиваться по-другому. Поэтому для вас у меня есть, например, другие курсы на канале, ссылка обязательно будет, в которых я специально все упрощал и максимально делал доступным саму программу, саму структуру курса, чтобы она подходила начинающим. В этих курсах мы не пытаемся закрыть все пункты по Блендеру, все, что он умеет. В тех курсах я специально подготовил для начинающего человека, который только первый раз его открыл, чтобы он смог по шагам, понятно, подробно пройти по самым базам, по самым основам, и уже после них, скорее всего, пончик будет гораздо легче, понятнее и доступнее. Сейчас давай перейдем к установке Блендера, где его взять и как начать с ним работать. Во-первых, я оставлю ссылку в описании, сайт blender.org, ты можешь написать его в поисковике. И здесь нам нужно перейти на главной странице, либо на вкладку Download сверху здесь, либо у нас слева под вот этой картинкой, надпись Blender, она также имеется. Просто спустя какое-то время здесь могут появиться какие-то другие новости, но ты всегда сможешь найти вот эту вкладку Download, на которой есть возможность скачать актуальную версию Blender. Обычно они сразу сюда размещают в центре кнопку, мы нажимаем скачать. Если у тебя какие-то другие операционные системы, которые он по умолчанию сам не распознал, либо ты каким-то еще другим образом хочешь это все дело установить, ты можешь выбрать в этом списке. Нажимаем на эту кнопку Download, происходит процедура скачивания. Если вдруг по какой-то причине у вас браузер очень сильно заботится о вас и скажет, что скачивание заблокировано, либо еще что-то произойдет, вы всегда можете нажать, что скачать непроверенный файл, доверять этому источнику или еще что-нибудь. Это стопроцентно официальный сайт разработчика Blender, откуда у вас точно не будет никаких вирусов. Поэтому мы скачиваем этот файл, и после того, как его скачали, нажимаете на нем, находите его у себя на компьютере, запускаете установку, она проходит штатно, как и любой другой программы, после чего вы сможете запустить Blender. Во время первого запуска ваш интерфейс может выглядеть приблизительно следующим образом. Это экран приветствия, в котором мы можем либо выбрать создать новый файл со специальными шаблонами, либо открыть предыдущие файлы, с которыми мы ранее работали. Ну, поскольку, скорее всего, это первое открытие Blender для вас, вы просто можете нажать где-нибудь в интерфейсе и пропустить этот шаг. Далее ваш интерфейс будет выглядеть приблизительно следующим образом. У нас есть в центре экрана 3D-вид, окно навигации, в котором мы осуществляем всю работу с 3D-графикой и будем проводить здесь большую часть времени. Стандартно, как и в других программах, сверху у нас есть панель меню, справа у нас есть еще дополнительные окна, с которыми я вас обязательно познакомлю. Пока мы только начинаем, нам нужно настроить Blender, чтобы он был комфортным и понятным. К сожалению, большинство ребят, когда поначалу видят все на английском, теряются и их это вводит в ступор. Поэтому у нас есть решение, мы можем перевести его на русский язык. И здесь есть некоторая оговорочка. Я крайне настоятельно не рекомендую это делать. В противоположность, мы можем включить подсказки на русском языке, потому что вся вот эта вот индустрия 3D-графики, это как IT, как программирование. Было бы глупо пытаться программировать на русском языке. Там все коды пишутся на английском. Также и здесь все интерфейсы программ в 3D-графике всегда будут на английском языке. Поэтому, нравится это или нет, его чуть-чуть хотя бы надо будет выучить. Как хотя бы облегчить себе путь и включить подсказки. Если вы просто по приколу зашли в Blender и не собираетесь здесь надолго задерживаться, вы можете абсолютно легко включить себе полностью русский язык, но потом вам будет сложнее переучиваться, когда вы решитесь на более серьезные действия. Итак, если мы перейдем на вкладку Interface, самая первая вкладка, здесь есть Language, язык. И если у вас большой монитор и вам мелкий текст, вы можете всегда вот здесь поднести Resolution Scale на тот размер, который вам комфортен для чтения. И на вкладке Translation, если она закрыта, Language, язык. Здесь по умолчанию стоит английский. Я всегда оставляю себе английский и ни в коем случае не советую ставить русский язык. Просто показываю, что он здесь есть. Но если вы хотите прислушаться моего совета, то вы можете здесь поставить русский язык и убрать все вот эти галочки с интерфейса, с новой даты и оставить только Tooltips. Tooltips — это подсказки. Это значит, что вот так вот, когда вы будете наводить курсор куда-то, там будет всплывать вот такая вот плашка с подсказкой на русском языке. Я этого делать не буду. Я верну обратно английский. И, возможно, вам надо будет сохранить настройки интерфейса. Вот здесь слева есть такая кнопочка Save Preference. Как только вы на нее нажимаете, вот здесь настройки сохранены. Вообще, по умолчанию, здесь, если мы наведем на вот эти три вкладки, Auto Save Preference галочка уже стоит. То есть он по умолчанию должен сохранять все ваши изменения. Но для параноиков вроде меня вы можете всегда нажимать еще дополнительную кнопку «Сохранить все настройки, которые я сделал». Пока мы здесь находимся. Давайте перейдем на вкладку Input. И сейчас речь пойдет больше для тех ребят, которые вдруг по какой-то причине сидят без мышки или у которых нету большой клавиатуры, на которой есть NumPath. Специально для вас Blender предусмотрел такой вариант развития событий. Если у вас нету мышки, вы можете нажать галочку «Emolate Three Button Mouse». Прошу прощения за мой английский. В общем, он будет создавать иллюзию того, что у вас могла бы быть мышка, и при нажатии «Alt» и левой клавиши мыши будет имитироваться нажатие средней клавиши колесика на мышке. Я вам настоятельно рекомендую приобрести мышку, если вдруг у вас ее нету. Но если по какой-то причине вам кровь из носа надо вот этот функционал, вы можете просто нажать на эту галочку. Если вдруг у вас маленькая клавиатура, и там нету отдельного блока с NumPath, вы также можете нажать галочку «Emolate NumPath», создавать иллюзию NumPath, и тогда цифры от 1 до 0 будут работать, как если бы это были цифры на NumPath. От этого тоже могут быть свои некоторые нюансы сложности в дальнейшем, поэтому я рекомендую нормальную клавиатуру, нормальную мышку, и все у вас будет легко и просто. Дальше то, с чем мы начинаем в Blender. Наш интерфейс, в котором по умолчанию есть кубик, камера и источник света. Это все 3D-объекты, которые создают те самые классные картинки. Конечно, на тех картинках объекты выглядят посложнее, чем кубик, но мы обязательно до этого дойдем. А сейчас давай разберемся, как вообще происходит навигация, как нам здесь себя почувствовать, повращаться вокруг всего этого и начать работать. Во-первых, если у вас есть мышка, вы можете нажать на колесико мыши, и вот так вот, зажимая это колесо и перемещая мышку по коврику, по столу, вы будете вращаться вокруг нашей 3D-сцены. В данном случае у нас создается ощущение, что мы вращаемся вокруг кубика. Если у вас нету мышки и стоит вот эта функция MLA 3 Button Mouse, когда вы будете нажимать Alt и левую клавишу мыши, он также будет вращаться вокруг вот этого 3D-объекта, вокруг сцены. Это самое главное и основная функция, которую мы будем использовать постоянно. Нам всегда нужно перемещаться по интерфейсу, поэтому цель данного видео просто познакомить с самыми базовыми, простейшими вещами. И, конечно, потом мы будем наращивать сложность и создавать классные интересные сцены. Дальше у нас есть необходимость приближаться и отдаляться к этому объекту. Это мы можем сделать колесом мыши, приближаясь и отдаляясь. И если вдруг по какой-то причине этот вариант вам не подходит, у нас есть специальные иконки вот здесь справа. Во-первых, вот такое вот круглое поле, в котором есть оси Z, Y, X. Это наша система координат в трехмерном пространстве. И вот такие иконочки сбоку. Если мы хотим осуществлять просто вращение, то мы нажимаем где-то вот здесь, когда этот подсвечивается белым цветом. Если вы нажмете на какую-то ось, не переживайте, это просто ортографические окна, вид сбоку, справа, слева. Если вы нажмете чуть правее-левее, где вот эта белая область, то он начнет вращаться вокруг интерфейса, так как это происходит у меня. Дальше, если у вас проблемы с колесиком мыши, вы не можете зумироваться, вы можете использовать вот эту иконку. Когда вы на нее нажимаете и не отпуская зажатой клавиши мыши переводите мышку вперед-назад, будет происходить перемещение, приближение вперед и назад. И также, если вам нужен третий вариант того, как можно зумироваться, мы можем нажать Ctrl, потом среднюю клавишу мыши, это колесико наше, и пока удерживаем Ctrl и нажатое колесо мыши, вводим мышку вперед-назад, и она также будет приближаться. Следующий важный момент навигации по интерфейсу 3D-окна это перемещение своего взгляда. Сейчас мы крутимся вокруг центра. Это, конечно, хорошо, но не все объекты будут находиться в центре, и нам нужно как-то переместиться куда-то вбок. Для этого есть такая функция, как панирование. Если вы работали в Photoshop или в какой-то другой программе, вы уже наверняка с ней знакомы. И в Blender панирование это вот эта вот рука. Если мы на нее будем нажимать, вы видите, мы можем вправо-влево уйти. Мы как бы перемещаемся, съезжаем куда-то там вправо-влево. И чтобы не использовать вот эти иконки, я использую Shift и среднюю клавишу мыши колесика. Зажимаю Shift, колесо мыши, и пока я их удерживаю, происходит перемещение вправо-влево. И сейчас небольшой пример того, как будет происходить обычно наша работа. Мы отдалились, выбрали какой-то объект, повращались вокруг него, переместили свою точку зрения, снова повращались, приблизились, потом куда-то еще переместились. И вот так вам нужно закрепить на протяжении там пары минут хотя бы. Повыбирайте разные объекты, поперемещайтесь относительно этих объектов, поприближайтесь к ним. И тут вы можете заметить некоторую особенность. Когда вы приближаетесь к этому объекту, он приближается куда-то вот сюда в центр. Он не приближается ровно к тому объекту, куда мы смотрим, куда бы мы хотели приближаться. Для этого в Blender есть специальные настройки. Просто так получилось, что огромное количество людей разного поколения с разных версий начинали работать. И для кого-то такое поведение привычно и стандартно, а для кого-то хочется немножко другое, более удобное. Поэтому сделали специальные настройки. Мы также можем перейти здесь на вкладку Preference. Не пугайтесь, что мы так часто сюда заходим. Как и в любой другой области. Например, если вы захотели научиться играть на гитаре, вам нужно научиться настраивать струны так, чтобы они держали строй. Если вы работаете с каким-то станком по дереву, например, вам также нужно уметь менять на нем лезвие, настраивать точно уровень, либо там какой-то лазерный указку, что-нибудь. Короче, любой инструмент требует настроек для того, чтобы с ним было комфортно работать. Блендер не исключение, поэтому здесь это абсолютно нормально. Так вот, когда мы переходим на вкладку Навигация, у нас здесь есть несколько функций, полезных галочек. Orbit Around Selection. Если мы нажимаем на эту галочку, то в момент, когда мы будем что-то выбирать, у нас Блендер будет вращаться относительно вот этого объекта. Обратите внимание, если я сброшу выделение, забрасываем выделение, просто левой клавишей мыши, щелкаем где-то здесь. Выбрать объект, левой клавишей мыши, нажать на этот объект. Так вот, когда у меня сброшено выделение, он вращается где-то вот здесь относительно какого-то центра сцены. Если я выбираю вот эту камеру, он начинается вращаться относительно нее. Если я выбираю кубик, мы уже вращаемся относительно кубика. Выбираю источник света, вращаемся относительно источника света. Мне кажется, это очень полезная и приятная функция Также у нас здесь есть вот это вот Zoom to Mouse Position Приближаться к позиции курсора на экране Сейчас мы приближаемся в принципе просто к рандомному центру сцены И давайте я как-нибудь вот так вот на фоне перемещу Чтобы у нас слева и сбоку было два объекта Во-первых, как только я ставлю Zoom to Mouse Position И давайте я закрою, я думаю, вы уже поняли, как приближается обычный Когда я навожу курсор мыши вот сюда на эту камеру И начинаю крутить колесико мыши, мы приближаемся к камере Если я укажу источник света, он будет приближаться к источнику света Если я укажу кубик, то мы будем приближаться к кубику Гораздо удобнее, не так ли? Отлично! Теперь, когда мы сделали свою жизнь еще комфортнее Тоже потратить буквально несколько минут на то, чтобы привыкнуть к тому, как теперь все происходит Если у тебя выбран какой-то объект, вращаешься теперь уже вокруг него Выбран источник света вокруг него И когда колесом мыши наводишь на какую-то область в экране, ты тоже будешь приближаться именно туда Это прям фундаментальные основы, которые очень сильно помогут тебе в дальнейшем Ну что ж, поздравляю, ты научился навигации, вращению, перемещению по интерфейсу И первая главная часть данного урока уже позади Поздравляю тебя с ее выполнением Следующая важная часть – это научиться перемещать объекты Мы захотим по-любому создать что-то поинтереснее, чем кубик И для того, чтобы это сделать, для начала нужно научаться вращать, перемещать, масштабировать эти объекты По поводу перемещения Мы должны выбрать какой-то объект, чтобы его перемещать И здесь я хочу обратить твое внимание на Outliner Это своего рода список, инвентарь всего того, что у нас присутствует в сцене Он находится вот здесь справа Когда мы выбираем какой-то объект, он у нас здесь также подсвечивается Снимая выделение, он снимается Выбираем камеру, выбирается она Выбираем источник света Где-то он у нас вот здесь спрятался Выбирается также он Потихоньку я хочу приучать тебя к тому, что в блендере есть разные окна Это все отдельные составляющие этого блендера, этой программы И в зависимости от того, где будет находиться твоя мышка Будут происходить те или иные действия Например, если я буду крутить колесом мыши вот здесь в Outliner Тут ничего происходить не будет Отсюда мы делаем вывод, что блендер это программа, которая чувствительна к контексту Здесь справа у нас есть окно с настройками объектов И в зависимости от того объекта, который мы выбираем Вот здесь ты можешь заметить, что иконочка меняется То, когда у нас в источнике света здесь лампочка С кубиками у нас чуть больше Этот список с камерой чуть поменьше Здесь стоит иконка камеры Все участки программы так или иначе реагируют на твои действия И тебе важно очень внимательно поначалу, особенно когда ты только знакомишься с программой Следить за тем, где и как ты эти действия выполняешь Потому что мы сейчас будем говорить про горячие клавиши Для, например, перемещения объектов Если ты будешь нажимать эти горячие клавиши за пределами вот этого трехмерного окна Они либо просто не сработают, либо сработают иначе Не так, как ты это ожидал Так же, как колесо мыши не приближает наш интерфейс, когда мы находимся за его пределами Так и горячие клавиши, нажимаемые на клавиатуре Не будут работать, либо будут работать иначе Когда мы выбрали кубик Он подсветился вот здесь в Outliner Поменялось окно интерфейса настроек здесь Это мы уже уяснили Дальше мы захотим его переместить Как и в большинстве других 3D-программ Существуют инструменты для перемещения, вращения, масштабирования И инструмент, который сочетает в себе все эти функции Они у нас находятся вот здесь, слева на вот этой панели Если вдруг по какой-то причине она у тебя не видна Здесь у тебя будет вот такая небольшая стрелочка, нажимая на которую он появится Либо ты можешь нажимать горячую клавишу T Он будет открывать и закрывать вот эту панель инструментов Давай выберем первый инструмент перемещения Он называется Move Перемещение И тут у нас есть вот такие 3 стрелочки Ось X, Z и Y Для того, чтобы перемещать, соответственно, в трехмерном пространстве Мы можем выбирать любую из этих осей, чтобы передвигать вдоль их направлений Либо мы можем выбирать вот эти квадратики, чтобы исключить какую-то ось И двигать только по двум осям координат Также у нас есть инструмент вращения, который работает аналогичным образом И ты можешь заметить, что когда мы включаем какой-то из этих инструментов У них есть вот какие-то еще белые контуры В случае с инструментом перемещения Здесь есть вот такой вот белый кружочек Который позволяет перемещать свободно по всем трем осям В случае с вращением есть вот такой вот белый кружочек И серенький, и сейчас давай посмотрим, как они работают Когда мы используем вот этот белый кружок Он вращает вокруг плоскости экрана, на котором мы сейчас находимся Если мы используем вот этот серенький кружочек Он вращает свободно во всех трех плоскостях Это немножко разные вещи И потом в будущем, я надеюсь, ты поймешь это отличие И также у нас есть ось зеленая, красная и синяя И то, что касается масштабирования Здесь у нас есть то же самое У нас есть возможность масштабировать по какой-то определенной оси У нас есть возможность масштабировать свободно по всем трем осям Независимо, либо внутренний радиус используешь, либо внешний Тут будет результат примерно похожим Потому что смотри, вот мы по внешнему радиусу масштабировали Он весь масштабировался И по внутреннему происходит абсолютно одинаковое изменение И дальше последний инструмент трансформации Который сочетает в себе как бы комбо из всех этих инструментов У нас есть внешний радиус, который вращает вокруг той области, на которую мы смотрим И если я сброшу сейчас не переживать, что ты этих корящих клавиш еще пока не знаешь Я его перемещу вот куда-то сюда, в такое вот положение Просто чтобы объяснить и показать И начинаю вот так вот вращать Он вращается каким-то вот таким вот образом Относительно того, как я смотрел Могу вот так повращать, могу вот так повращать Одним словом, он вращается относительно того угла зрения Который сейчас из нашей камеры Если я переключусь на другой Какой-нибудь вид, как сейчас фронт Ты, если хочешь повторить за мной Можешь нажать вот здесь на какую-нибудь из осей Просто вид сбоку И здесь, когда мы начинаем вращать Вот за вот эту белую ось Он уже не вращается случайным образом по всем осям Он вращается только по тем осям, которые мы видели Отсюда мы знакомимся с некоторым отличием Перспективы и ортографии В перспективе у нас три оси координат И поэтому искажения и изменения идут по трем осям В ортографии это плоская проекция Виды сбоку, сверху, снизу У нас две оси изменения И поэтому он не вращался по трем И только вот, ну, как-то так вращался Я надеюсь, ты понимаешь, о чем идет речь И дальше в этом же инструменте У нас есть стрелочки для перемещения Есть для масштабирования И просто вращение по каким-то осям Как и во всех других программах Есть Ctrl-Z, который спасает от последнего сделанного действия Или от списка последних действий И когда ты нажимаешь Ctrl-Z Он отлистывает все твои действия назад Если тебе будет мало того списка действий Которые ты хочешь сделать Отлистать назад Мы можем перейти в уже знакомое И не такое страшное для нас меню настроек Здесь есть складка System И здесь у нас есть Memory and Limits Мы можем поднять количество Undo Steps Шагов, которые мы хотим отлистать Например, там на 96 или на 100 Но я не стал бы ставить здесь слишком большое количество Потому что если по моей практике 32 шагов отлистать назад тебе недостаточно Значит ты в принципе работаешь не так с программой И скорее всего ты уже сделал кучу таких действий Которые необратимы Поэтому я всегда оставляю здесь стандартное вот это значение И мне этого хватает Вернемся к навигации и перемещению объектов Вот эти вот иконочки и инструменты Gizmo Со стрелочками, осями Это конечно хорошо и бывает удобно в некоторых ситуациях Но это сильно замедляет скорость работы Что отличает профессионалов от начинающих и любителей Это скорость работы и качество ее выполнения Насчет качества мы будем работать Это приходит со временем, с опытом Насчет скорости ее можно подтянуть уже с самых первых дней Если использовать правильные привычки Одна из таких правильных привычек Это использование горячих клавиш Когда мы хотим переместить какой-то объект в пространстве Давай я верну инструмент стандартный Инструмент выделения Я нажимаю клавишу G Вот она сейчас у тебя подсветилась на экране Это Grab Как вот здесь написано на клавиатуре русское P Но это G Такое G Еще раз я его нажму на экране Чтобы точно ты его увидел Вот здесь он написан Эта функция позволяет нам перемещать объект Свободно по всему экрану По всей области, которая для нас видна Если мы хотим перемещать его вдоль определенной оси Мы можем нажать G Потом нажать на клавиатуре ось Которую мы хотим использовать Например, красная это ось X Они у нас подписаны сверху В правом верхнем углу Где вот эта вот крутящаяся штуковина была Если мы хотим ось Y Мы выбираем Y Если хотим ось Z То мы выбираем ось Z И так у нас начинает объект перемещаться Ровно вдоль той оси, которую мы хотим Дальше Если нам неудобно на клавиатуре постоянно тыкать И выбирать какую-то ось Мы используем колесико мыши Для этого я нажимаю G Потом нажал колесом мыши И указал примерно на ту ось На то направление, которое я хочу использовать Иногда это может быть Немножко таким непривычным действием Надо наловчиться На вот этот выбор осей колесика мыши Но это будет очень удобно По моим ощущениям У меня это как-то интуитивно произошло Я просто навожу колесом Ну нажатым колесом мыши На то направление Если я хочу по вертикали То я пытаюсь увести куда-то вот сюда Вниз, вверх Если я хочу вправо, влево То я вот подвожу к правой части Если я хочу по красной оси вот сюда, к левой Ну и в зависимости от вашего положения В трехмерном пространстве Право, лево, низ, вверх может отличаться Но, я думаю, основной посыл понятия Для того, чтобы подтвердить Сделанное нами изменение Нужно нажать левой клавишей мыши Когда мы нажимаем левой клавишей мыши Подтверждается наше действие Если мы перемещали и передумали Мы можем нажать правой клавишей мыши И это действие отменится Либо мы можем нажать Escape И она тоже отменится В чем плюс использования горячей клавиши Наш курсор может находиться в любом месте Трехмерного вот этого вот вида Хоть в этом углу Я нажимаю G Самое главное, чтобы это было в пределах Вот этого трехмерного вида Иначе это не сработает Если я буду нажимать G Где-то вот здесь в оплайнере В этих свойствах На панели анимации Или еще где-нибудь Объект не будет перемещаться Важно именно вот это вот Трехмерное пространство Когда я выбрал его Вот я могу перемещаться Курсор мыши Я здесь выбрал объект Например, источник света Нажал G и начал его перемещать Escape Я просто отменяю перемещение Итак, мы нажали G Переместили куда-то объект Выбрали эту ось Это следующее важное Практическое задание для тебя Научиться не только перемещаться Относительно своего Своей точки зрения Относительно всей вот этой вот Истории с трехмерным пространством Ну и перемещать объекты Давай просто поиграем вот в такую игру У тебя здесь есть вот такая вот сетка Она размещена Не важно каким образом И у нее есть вот эти квадратики Я предлагаю тебе по очереди По кругу По вот этому вот квадрату Давай я его для тебя начерчу Вот здесь вот так вот Примерно представь какой-нибудь квадрат Не важно, если он будет Каких-то других размеров Попробуй по очереди Поперемещать кубик по этому квадрату Потом вернуть его Ну примерно к центру к оси координат Нам сейчас не нужна точность Нам нужно просто в целом Потом попробуй взять камеру И начать ее Как вот ты видишь Тоже поперемещать вот так вот Между всеми этими Сеточками, клеточками Ты можешь попробовать Поперемещать ее Относительно оси координат Z По вертикали вот так вот Потом поднимать и перемещать сюда Это кажется какие-то такие Ну тупые Или какие-то простые действия Типа зачем мне это делать На самом деле Это ты тренируешь мышечную память Сейчас нужно просто Чтобы усваивать информацию Из следующих видео Приучить руки Делать какие-то определенные вещи Я никогда не думаю На тему того Чтобы мне передвинуть объект Мне нужно нажать кнопку G Потом выбрать ось Потом задать определенную Единицу измерения И передвинуть туда Это слишком много логических действий Как с английским Если ты будешь думать о том Как взять русское слово Перевести его на английский Построить правильно Какое-нибудь время Present, perfect, continuous Потом выставить В правильной последовательности слова И все остальное Ты никогда не заговоришь Просто потому что С этим калькулятором в голове Ты пять минут будешь висеть И вспоминать все нужные правила Чтобы говорить Ты просто говоришь Чтобы создавать Рисовать карандашом Ты просто рисуешь карандашом У тебя есть какое-то видение Представление Но ты просто рисуешь карандашом В 3D графике Мы рисуем Мы сейчас здесь собрались Как художники Либо начинающие Либо продолжающие художники Мы не пытаемся создавать Технически верные Точные до миллиметра Детали, чертежи Для производства Какой-то мебели Или деталей машин Мы сейчас учимся рисовать Мы сейчас учимся Общим таким моментам И творчеству Поэтому важно Научиться использовать мышцы Чтобы они сами делали То, что хочет делать голова Ну, я надеюсь Идея понятна Итак, мы перемещали Вот эти вот все объекты По кругу В процессе того Закрепили еще самостоятельно Как происходит наше вращение Вокруг интерфейса И чтобы был какой-то Приятный завершающий бонус К тому, что мы потратили время Попытались все это сделать Если вдруг Вы тут навращали всего такого Получайно поудаляли Какие-то объекты Которые мы еще не рассматривали Но я надеюсь Уже многие додумались Что, как и в других программах У нас есть функция Delete Которая удалит этот объект Но у блендера есть свои особенности И у него есть дополнительные Какие-то клавиши Например, у него есть клавиша X Я не знаю, почему X Что за мистер X Это придумал Но когда мы нажимаем X У нас появляется вот такое вот меню Вы точно хотите удалить этот объект? Если мы нажмем еще раз Либо Когда у нас Вот эта мышка уходит То окно пропадает Поэтому мышку в этот момент Желательно не дергать Мы просто нажимаем левую клавишу мыши Подтверждаем удаление Можем нажать X И если у вас Вторая рука тоже на клавиатуре оказалась Когда выбран какой-то пункт из меню Вы можете нажать Enter И тогда он тоже подтвердится Ну и Ctrl Z Отменить Последнее действие Так вот Если вы тут Всего нашурудели И хотите сбросить К стандартному К тому, с чего мы начинали Мы нажимаем файл Новый General Здесь не сохраняем никаких изменений Don't Save О том, как сохранять файлы Где найти автосохранение И как в принципе работать Файловой системой Я обязательно покажу В дальнейшем Создастся новая сцена В которой все будет Вот так вот Стандартно Дальше я предлагаю Отрендерить обезьянку Дело в том Что когда мы Работаем в интерфейсе программы Нам важна скорость Производительность И далеко не все компьютеры Сразу могут Рендерить параллельно С тем, как мы делаем Все вот эти действия Рендер Это специальное слово Которое означает Процесс просчета Компьютером Изображения То, как свет Взаимодействует С какими-то поверхностями Как это все Потом выглядит С цветом каких-то материалов Просчет всех Вот этих вот Сложных физических Процессов Называется рендер И в блендере Он может быть В реальном времени Он может быть Просто статическим Когда вы Нажали кнопку рендер Он вам посчитал Сфотографировал Картинку Как нам Сейчас к этому Перейти По умолчанию Он этого не дает Чтобы пощадить Некоторые компьютеры Но вот тут Сверху С правым В верхнем углу У нас есть Вот такие вот Шарики Которые По умолчанию Viewport Shading Стоит Это вот такой Технический Рендер У нас здесь есть Вы можете заметить Некоторый вот такой Свет и тень Чтобы мы понимали Объем Но это не тот Качество Которое мы бы хотели Показывать друзьям В интернете Или еще где-то Поэтому у нас здесь Есть дальше шарик Viewport Shading Он предназначен Для предпросмотра Материалов И у нас есть Вкладка Рендер Которая Будет рендерить В зависимости от того Как у нас стоят Источники света Если я буду Вот так вот Перемещать Источник света То он Будет Как-то Его также Изменять Отображением По умолчанию У нас здесь Стоит Рендер Engine EV Возможно В будущих обновлениях Будет EV Next Которое они готовят Это как улучшенная версия И сейчас Давайте Сосредоточимся На самых простых Вещах Если мы Хотим сделать Рендер Например Вот этого кубика Или какого-нибудь другого Объекта персонажа К которому мы сейчас придем Мы нажимаем Здесь Вкладка Рендер Рендер Имидж Горячая клавиша F12 Когда мы ее нажали Он отрендерит Вот такую вот картинку И сейчас Это очень хорошая Красивая Картинка кубика Поздравляю Вы сделали Первый рендер Это конечно Замечательно Но наверное Хочется чего-то Поинтереснее И может быть Еще и с цветом Как нам Это сделать Во-первых Обратите внимание Что я могу Разместить свой интерфейс Куда-то вот сюда И задаться вопросом Если я нажимаю Рендер Когда смотрю отсюда Почему он рендерит Снова Тот же Вид кубика Который и был Это связано с тем Что у нас есть Вот здесь слева Камера И эта камера Определяет То Что будет рендерить Программа То есть это как Фотоаппарат Или телефон Который мы взяли И куда мы его направили То и будет Отрендерено То и будет Сфотографировано Нам нужно Направить Вот эту камеру С той стороны С которой мы хотим Как это сделать И вообще В принципе Посмотреть Как видит камера Мы можем нажать На вот эту вот иконку Тоггл Камера Вью Перейти в Вид из камеры Если мы начнем Вращаться Перемещаться Этот вид Слетит И мы снова будем В трехмерном пространстве Если мы нажмем Ноль На нампаде Мы также Перейдем В вид из камеры И для Ребят Которых Нету Нампада Сложности С этим Совсем У нас Есть View Камера И вот здесь Active Камера Когда мы на нее Нажимаем Снова Переходим В вид из камеры Дальше Как нам Изменить Положение Вот этой камеры Если мы Например Можем Себе Представить Как она Могла бы Это все Дело Видеть Мы можем Взять Вот так Вот Переместить Вот эту Камеру Начать ее Поворачивать Можем Выбирать Определенную Ось Относительно Которую Поворачивать И после Этого Когда я нажму Ноль На нампаде Камера Уже смотрит Из другого Ракурса Это все Конечно Здорово И замечательно Но далеко Не всем Удобно Вот так Перемещать Камеру Поэтому Item Не пугайтесь У меня здесь Есть дополнительная Вкладка Shortcut Viewer Которая позволяет Мне отображать Горячие клавиши Чтобы было понятно Что я нажимаю Здесь мы можем Перейти на вкладку View И здесь у нас есть Если я вот так Вот растяну Камера To View Это значит Что он Привяжет ViewLog Он привяжет Текущий интерфейс К камере И когда я буду Осуществлять Навигацию Теперь Она будет Происходить Из того вида С камерой Которая Ну у меня Сейчас активно Если я буду Приближаться Я буду Перемещать Приближать Камеру Отдаляться Камера Будет Уезжать Подальше От всей Сцены И когда мы Выберем То положение Которое Нас устраивает Мы можем Отключить Вот эту галочку Камера To View И снова Будем Вращаться Ну на этот раз У нас Рендер Уже будет Происходить Из того положения Которое Мы поставили Для того Чтобы делать Красивые Рендеры Нужно Понимать Как работает Цвет Как работают Цвета Как работает Композиция Как в принципе Работать с программой То есть понимаешь Да у нас есть Не только Технические вопросы Как нажимать Кнопки У нас есть Еще и Творческие Вот эти Творческие Моменты Мы Разбираем На моих Образовательных Программах Например у нас Есть курс Easy Blender На котором Ребята Делают с нуля За полтора Месяца Свою собственную Иллюстрацию Это их Идея Они учатся Не просто Повторять за уроками На ютубе Как например Эта серия уроков Которая рассчитана Просто познакомить С программой Они учатся Самостоятельности Тому чтобы Выражать свои Идеи Мысли Посредством Творчества Посредством 3D графики Чтобы самостоятельными Художниками Стать А не просто Теми Кто может Только повторять За другими Это может Звучать С некоторой долей Иронии Учитывая что Сейчас Вы смотрите Мою версию Перевод Курса Какого-то другого Человека Это все делается Просто по приколу И в целях Экономии времени Потому что Чтобы Сгенерировать Свою собственную Идею Нужно Гораздо Больше Времени А если Стоит цель Просто Разобраться С кнопками То тут Без разницы На каком Примере Это все Делать И Конечно же На курсах Вы учитесь Создавать Собственные идеи Я вам показываю Как сам Генерирую Эти идеи Откуда я их беру И как Потом их Воплощаю В жизнь А здесь Когда Нужно Разобрать Какие-то Технические Моменты Я позволяю Себе Использовать Наработки Человечества И Его Отдельных Личностей И Дальше Давайте Как и обещал Сделаем Рендер Чего-то Прикольного Например Рендер Обезьянки У всех Либо почти У всех Трехмерных Программ Есть Свои Такие Талисманы В 3D Max Это Чайник В Гудине Это Какой-то Такой Дракончик Или Какая-то Игрушка А в Блендере Обезьянка Если мы Удалим Вот этот Кубик Мы Это Уже Умеем Делать Мы Нажимаем X Либо Клавишу Delete На Клавиатуре Этот Кубик Удаляется И Вместо Него Поставим Объект Обезьянки Мы Пока Что Еще Не Знакомились С тем Как Создавать Новые Объекты Но Мы Будем Это Делать В Дальнейшем Постоянно Ведь Для Того Чтобы Собрать Комплексную Сцену Интересную Нужно Больше Объектов Чем Просто Один Кубик Поэтому Если Нажмем Shift A У нас Откроется Большой Список Меню В котором Есть Разные Объекты Если Вам И Оно Спрячется Все Вот Там Кому Как Удобнее Так Вот Я Нажимаю Shift A Чтобы Создать Новый Объект Отсюда Мы Сейчас Перейдем На Вкладку Мэш И Выберем Манки Обезьянка Это Талисман Блендера Для того Чтобы Протестировать Какие-то Вещи Посмотреть Либо Просто Познакомить Начинающих С Блендером И Уже Отрендрить Что-то Прикольное Чтобы Вас Пока Что Не Перегрузить Вспомним И Закрепим То Что Уже Умеем Нажимаем Ноль На Нампаде Либо Переходим Вот Здесь Нажимая На Вот Эту Иконку Камеры Нажимаем Н Либо Открываем Вот Этой Стрелочкой Вид Camera To View Чтобы Отображать Из Камеры И Вот Здесь Мы Можем Вот Так Повращаться И Посмотреть Ну Что-то Сейчас Не То Все Лицо Обезьянки Сейчас Темное И Давайте Я на время Выключу Вот Здесь Галочку Camera To View Колесом Мыши Приближусь Чтобы У вас Это Было На Весь Экран Потому Что Так Неудобно Ведь Если У нас Стоит Галочка Camera To View То Мы Приближаем Камеру Когда Мы Отключаем Мы Можем Весь Вот Этот Вид Приблизиться Но Здесь Будьте Пунктирных Границ Чтобы Вся Вот Эта Камера Перед Нами Была Полностью Картинка Видна Потому Что Именно То Как Мы Сейчас Смотрим Давайте Переключу Камеру To View Именно Это У нас Будет На Рендере Если Я нажму F12 У нас Отрендерится Вот Так Конечно Прикольно Мы Отрендерили Какую-то Форму Но Пока Это Не Похоже Мы Не Видим Лица Обезьянки Что Же С Этим Делать Тут Мы Начинаем Знакомиться С тем Что На Наши Объекты В сцене Влияет Не Только То Что Мы Туда Поместили Но И То Как Они Взаимодействуют Между Собой Я Выключу Вот Эту Галочку Камера To View И Сейчас Возьму Вот Этот Источник Света Я Надеюсь Вы 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 Упражнение И Вы Свету Значит Вы Забыли Переключить Свой Viewport Shading На Режим Рендера Как Только Мы Это Сделали Переключили Поменяли Мы Можем Перемещать Вот Этот Объект Ближе Дальше И Заметить Как Свет Взаимодействует С Объектами Это Все Очень Здорово Интересно Пока Что Может Быть Не Совсем Понятно Но Все Эти Тонкости Нюансы Я Обязательно Рассказываю В процессе Обучения Студентов Как Это Все Взаимодействует Как Это Сделать Интересно И Креативно И Сейчас Если Мы Посмотрим Из Видов С Камерой То Стало Уже Гораздо Интереснее За счет Чего За счет Того Что У нас Появился Объем У нас Есть Не Просто Черная Какая Морда А у Нас Есть Свет И Тень У Нас Читаются Какие-то Черты Вот Этой Обезьянки И Если Мы Сравним То Что У нас Было До Я Сейчас Вот Здесь Могу Нажать F11 Чтобы Посмотреть Предыдущий Рендер И Тут У меня Есть Слоты Слот 1 И Слот 2 Например Во второй Слот Я Снова Нажму F12 Чтобы Отрендерить И Теперь Мы Можем Посравнивать Было Вот Так Стало Так Мне Кажется Гораздо Интереснее Мы Уже Увидели Свою Обезьянку Это Уже Можно Запостить В Инстаграм Или Арт Стейшн Или Еще На Какую-нибудь Творческую Площадку И Ждать Предложений По Работе Но Наверное Наверное Вы будете Не самым Оригинальным И не единственным Кто Сделает Обезьянку Или Пончик Или Что-то Еще Поэтому Давайте Добавим Яркости И Красок И Для Для этого Я пока что Закрою Вот это Окошко Рендера Я могу Перейти Например На Вид Вкладку World Здесь У нас Есть Вот такая Вкладка Она Отвечает За Цвет Вот этого Фона Который У нас Сзади На Бэкграунде И Мы Можем Его Поменять На Какой-нибудь Цвет И Работа С цветами Это Очень Тонкий Момент Который Не Просто Сразу Особенно Людям Которые С цветами Раньше Вообще Не Работали Поэтому Здесь Краткая Фишка Если Вы Будете Выбирать Какие-то Вот такие Вот Крайние Значения На Мониторе На Вот Этом Круге Это Будет Очень Насыщенные Очень Яркие Цвета Это Будет Похоже На Детскую Раскрашку Разукрашку Нам Такого Делать Не Надо Поэтому Мы Выбираем Цвета Которые Чуть Поближе Вот Сюда И Здесь Мы Можем Выбрать Любой Цвет Который Вам Нравится Любой Абсолютно Любой Для Того Чтобы Отрендерить На Каком-то Цветном Фоне Это Уже Будет Смотреться Прикольнее Итак Я Выберу Какой-нибудь Вот Такой Вот Синя Может Быть Такой Какой-то Цвет Остановлюсь На Этом Дальше Нажимаю F12 Это Наша Кнопка Рендера И У нас Уже Ай, какие мы молодцы Ну Дальше Стоит вопрос Как нам Это Сохранить И Куда нам Дальше Это Девать Как этим Поделиться С кем-то Еще Например С нами Например Залететь К нам В чат И Быть Подготовленными Чтобы В дальнейшем Когда будут Следующие Уроки И появятся Какие-то Вопросы Вы могли Получить Ответ От Своих Единомышленников Ютуб Это Крайне Неудобно Для этого Площадка Во-первых Из-за Большого Количества Видео Вопросов И Малого Количества Моего Времени У меня Не получается Сидеть На ютубе И смотреть Там Отвечать На каждый Вопрос Поэтому Сделан Чат Позволит Вам туда Закинуть И скриншот И может Быть Какое-то Видео Подснять С описанием Проблемы Которые У вас Не Получаются И Когда У других Ребят Будет Возможность Либо У моих Помощников Они Смогут Вам Подсказать Либо Я Сам Там Иногда Появляюсь Поэтому Обязательно Туда Залетайте Там Происходит Много Обсуждений Всякого Разного Интересного А теперь Нажимаем На Image Здесь Нажимаем Save As Дальше У вас Будет Возможность По умолчанию Он Открывает Документы Но Вы Можете Выбрать Либо Десктап Это Рабочий Стол Либо Там Какую-то Директорию На Компьютере Находите Ту Папочку Которую Вы хотите Сохранить Это Будет Папка Мои Самые Крутые Работы Здесь Вы Можете Подписать Моя Самая Крутая Обезьянка Кстати Эта Обезьянка Сделана Добавлена В Блендер По Мотивам Фильма Кажется Он Называется J Молчаливый Боб Наносит Ответный Удар И Там У Этих Ребят Обезьянка Здесь Вы Даете Какое-нибудь Имя Желательно Не Untitled Потому Что Это Будет Untitled 123456 Но Я Позволю Себе Это Сделать И Здесь Постарайтесь Оставить Стандартно Ничего Не Менять Вот Стандартные Настройки Пока Что Сейчас Стоят Так И Оставляйте Нажимаете Save as Image А Теперь Когда Вы Перейдете В Эту Папку На Своем Компьютере У вас Будет Задание Для Вас Во-первых Конечно Надо Подписаться На Канал Включить Уведомления Чтобы Не Пропустить Дату Выхода Следующих Видео Следующее Задание Это Скачать Файл С Горячими Клавишами Которые Также Находятся По ссылке Эти Горячие Клавиши Вам Помогут Разобраться С программой И Лучше В ней Ориентироваться И Третье Финальное На сегодня Задание Это Сохранить Свою Картинку Обезьянки Разобраться С той Инструкцией Как попасть К нам В чат Чтобы Оттуда Получать Обратную Связь И поддержку И Закинуть Сюда Эту Картинку Зайти Поприветствовать Можно Пару Слов О себе Написать Чем Более Лояльны И Отзывчивы Будете Вы Таким же Будет И Сообщество К вам Помните О том Что Там Вам Никто Ничем Не Обязан Помогайте Сами Возможно Вам Будут Помогать И Остальные На этом Наш Путь Только Начинается В скором Времени Я Обязательно Выпущу Следующие Уроки Из Данной Серии Также Будут Другие Уроки По Другим Направлениям Которых Мы Будем Создавать Не Только Пончики Но И Разные Другие Интересные Штуковины Поэтому Обязательно Подписывайтесь На Канал Следите За Уведомлениями За Рендер И Я Уверен Что Если Не Останавливаться На Достигнутом И Продолжать Движением То У вас Определенно Все Получится И Будут Замечательные Классные Изображения Анимации Видео Все Что Вы Захотите Все Это Можно Воплотить Все Что Вы Можете Представить Это Все Может Стать Реальностью До Встречи В Следующих Видео Пока